Всем огромный привет! Хочу показать свою косметичку, которую я собрала на сентябрь месяц. Спасибо, девчонки, что постоянно запрашиваете, постоянно в личку пишете, что показывай, давай, следующий месяц косметичек. Но на самом деле они мне даются все сложнее и сложнее, потому что косметики у меня не так уж и много. И, ну, как я уже говорила в прошлом месяце, она у меня гуляет по сути по кругу. Самое интересное, что меняется, это, наверное, помады и тени. Очень многое, что повторяется из месяца в месяц. Помогать мне будет опять маленькая собачка Доги. Видите, так и написано. Вообще, эту собачку многие похвалили в прошлый раз. Она у меня очень-очень старенькая, уже буквально старушка. И она мне очень дорога. Знаете почему? Потому что было время, когда вся моя косметика умещалась в этом песике. Вот в его стаканчике. Так что после этого ролика, я так думаю, надо стаканчик помыть. Песика постирать. Я это делаю регулярно. Но сейчас посмотрела, у меня такой чумазенький сидит. Вот. Ну ладно, будет мне помогать. Из того, что у меня здесь лежит, вот эти два средства остаются с прошлого месяца. Это база. Вот, я не знаю, она прямо невесомая, но она все есть и есть там. Это основа под макияж. Я про нее два слова скажу. 62-17. Мне идеально подходит. Никуда не скатывается. Отлично себя ведет. Надо совсем-совсем чуть-чуть. И хватает на все лицо. Но, почему сейчас заговорила, были комментарии девочки, ну, один или два раза. Вот мне говорили, что эта база не подошла, потому что скатывается. Видимо, еще зависит от самого лица. У меня нормальная кожа, склонная к сухости. Вот мне подходит хорошо. Поэтому, ну, рекомендую вот с такой кожей. Он хорош. Фаберлики поменяют скоро дизайн и поднимут немножко цену. От Эвелайн. Эвелин. Косметик. Очень хороший тональный вот этот крем. Три в одном. У меня осталось совсем чуть-чуть. И поэтому, я не знаю, на свет вам видно или нет. Но прямо вот реально немножко осталось. Я его просто добью. В этом месяце достала корректоры. Первый от Макс Фактора. Мне его дарила Надежда. Надюшка Полнекс. Привет тебе, Надюш, если смотришь. Вот этот корректор очень хороший. Он хорошо скрывает синячки под глазками. И если он с тональным средством в один тон попадает, то очень хорошо работает. И его совсем не видно. Мне подходит, мне хорошо. Также достала еще один корректор от The One. Я его никак не решусь начать. Давайте вам покажу. Это от Oriflame. Вот такое вот тут название. Не буду читать. Он суперустойчивый написан. Но вы знаете, он такой плотный. Ой, много выдавила. Он такой плотный, что я боюсь, что его будет видно. Не могу решиться. Я его купила, если кто следит. Но давно. Вот смотрите, совсем капля. И вот такое белое пятно получается. То есть нужно чуть-чуть совсем. Надо мне, конечно, попробовать будет, когда я дома. Сколько раз уж я говорила, все никак не начну. Наверное, я сделаю так, что на руку выдавлю. И совсем чуть-чуть вот так вот. Смотрите, даже на пальце сколько. Совсем чуть-чуть надо набирать, видимо. И вот тогда, вот видите, с пальца уже вроде растушевывается. Ну, в общем, порепетирую я с ним. Девчонки, кто таким пользуется, вы мне напишите. Ничего страшного, что он такой плотный. А то у меня что-то прям страх. И я им не пользуюсь. Достала базу под тени. Все лето я пренебрегала базами под тени. Потому что особо тенями пользовалась. Но мне было достаточно летом того, как они ложатся и как они держатся. В общем, если даже они куда-то немножко уплыли и поблекли, как бы для меня было ничего страшного. Ну, достала вот эту базу от доктора. Она неубиваемая, ее очень много. Так я буду уже все на одну руку, а сводчи тогда буду делать на другую. Вот она такая желтоватенькая. И в ней чувствуются силиконы. Не знаю, есть они или нет. Но вот кожа сразу становится гладкая-гладкая. Вот она выравнивается все. Но тени ложатся на нее замечательно и ведут себя отлично. Ну, что еще в этой вот... В контейнере, да? В акриловом. Это от Artvisage. Катюшка Патюкова мне подарила отличное средство. Раньше я, если и пользовалась, то воском. Вот из этой палетки от Avon. Сейчас тоже два слова скажу. Вот это средство отличное. Хорошо приглаживает бровки. Фиксирует их. Но мутное, потому что, к сожалению, оно сталкивается либо с тональными основами, либо немножко где-то от средства. Ну и послед... Ой, это не то, да? Сейчас я вам покажу. Ну, походу найдем. Сейчас я не буду так вот искать. А вот, наверное, нашла. Если сейчас опять не то. Вот, раньше я пользовалась этим воском. Он у меня уже закончился. А тени неубиваемые. Вот прям видно, да? Каждый день, абсолютно каждый день я им пользуюсь. Пользуюсь я кистью. У меня девочки некоторые спрашивают, показывая кисти. Абсолютно обыкновенная китайская вот такая скошенная кисть. Она достаточно жесткая. Похожа на ту, которая была здесь родная. Я ее измазала, пока просто не развалилась. И вот идентичная кисть. Вот такая. Вот. Это показала. Давайте покажу туши. А потом покажу дальше уже тональные основы. В этом месяце из черных тушей. Это супершок от Эйвон. Продолжаю им пользоваться. Осталось его не так много. Но, тем не менее, есть. Неплохая тушь. Но именно вот моя, вот эта, мне попалась какая-то... Ну, не знаю, не очень хорошая. Вообще супершок, она значительно лучше, чем вот у меня эта. Она... В общем, два раза на дна слаивать. И как-то вот очень продолжительно и долго, чтобы ресницы стали теми, такими, какими я хотела бы их видеть. Обычно супершок, вот такая тушь, она вообще замечательно работает и намного быстрее делает пушистые, объемные, красивые ресницы. Это вот что-то у меня не та, не то. Открыла в этом месяце новую тушь, наконец-то. Давно хотела что-то новенькое попробовать. Это от Диваж, тоже от Надюшки Полнекс. Она мне заказывала бьюти-коробочку. Я не помню, как называлась. И там были полноразмерные средства косметические. И вот эта тушь была там. Специально, когда достала, сразу начала тестировать, чтобы хотя бы что-то вам сказать. Вот такая здесь кисточка, щеточка. Очень хорошая тушь, быстро наслаивается на глазки. Длинные, пушистенькие получаются. Но вот пока у меня претензий нет. Но я еще и пользоваться только начала. Поэтому полное мнение пока не скажу. Вот в целом на первый взгляд понравилось. Так, остались у меня тут три. Вот это идет в пустые баночки. Я вам просто еще, для тех, кто может впервые смотрит мой ролик. От Ифраше, Сексипал. Это самое лучшее. Ну, нет, не так. Одна из лучших тушей, которые у меня есть. Я ее обычно, вот видите, даже уже на кончике ничего нету. Полностью трачу, потому что она отличная. Я ее сюда класть не буду, потому что она в пустые баночки. Так, и вот тут две туши. Я не знаю, они у меня просто переходят из одной в другую косметичку. Потому что не заканчиваются. Синяя от Eryflame. Отличная тушь, неубиваемая. Ее я оставлю, потому что время от времени я с ней делаю макияж. Вот этой ничего не делаю. Color Trend. Это от Avon. 7 мл в ней. Я ее, наверное, отправлю уже в пустые банки. Вот она такая. Она только дает цвет, если поверх черной туши. Ну, не пользуюсь. Если у меня хочется цвет, то я пользуюсь вот этой синей. А эту тоже, наверное, сейчас в сторону откину, чтобы уже с ней не связываться. Дальше тональная основа. Потому что та у меня либо кончится, либо не всегда ее хочется. Хочется что-то новенькое. Взяла от Faberlic. Она идет анти... В общем, для возрастной подходит коже. С омолаживающим эффектом. Тональный крем-сыворотка. Вот, давайте я вот так вот покажу. Антистрессовый эффект. В общем, вот так все написано хорошо. Так, где? Вот. 66. Нет. Вот так. 61.99 артикул. По артикулу можно и цвет понять. Давайте я вам покажу его вот так. Вот так доза дна выдавливается в таком количестве. Ну, и она подходит под цвет кожи. Ну, сейчас, конечно, на руке наслоено несколько тональных основ. Я вот прошлую от Эвелин не показала, потому что, ну, каждую косметичку показываю. Просто не хочется время уже тратить. Хорошо распределяется. Вот, мне кажется, даже венки, они практически уже спрятаны. Скрытые. Так, пудру. Пудру. Пудру в этом месте взяла вот эту от Буржуа. Давно я ей не пользовалась. Она рассыпчатая. Тон. У меня тон 2. Так. Вот тут. Написано как. Вот такое название. И сейчас покажу саму пудру. Вот пудру я пользуюсь от Mary Kay. Вот эта кисть пушистая. Она, конечно, жестковатая, но мне девочки посоветовали, уже не помню кто, мыть её шампунькой и бальзамом, ополаскивателем. В общем, как волосы. И тогда лучше становится мягче. Это действительно так. То есть кисть я бальзамом... Она особо не лезет. Ну, как... Почему особо? Потому что вот за всю её историю... Ну, волосинки 3-4-то я встретила. А так нет. Хорошая кисть. Потом она ещё больше так вот распушится и будет ещё лучше от этого. Вот. Вообще она под Mary Kay'евскую пудру создана. Ну, мне подошла она вот и под эту. Вот. Если так вот, как положено, смахивать. Хорошо распределяет. Хорошо тональное средство ложится. Пудра. И матирует. Хорошо себя ведёт. Так. Сейчас я тут... Немножко на мусорю, конечно. Давайте вот сюда, что ли. Мусор уберём. Порядок наведём. Вот. Дальше. Румяна. Ну, соскучилась, если честно. Юлёнечка Мака мне присылала. Макарова Юленька. 20-й тонн розы. Так, давайте я вот так лучше покажу название. Отличные эти румяна от Revlon. Я их очень люблю. Они такие сверкалочки, сияющие. Так, поближе покажу цвета. Их можно и смешивать, и отдельно друг от дружки. Дают очень красивое свечение. Может, я сегодня и скашлилась. Так, сейчас попробую. Вот видно. Такой лёгкий тон дают. И дают приятное свечение. А вот эти уже более такие розовые. На лице смотрится красиво. Я не знаю, просто на камеру хорошо видно или нет. Но оттенок они дают такой нежный, натуральный и здоровое свечение. Вот такие. Дальше. Ещё одни румяна, когда мне не нужно свечение. Тоже взяла лёгкие в этом месяце. От Faberlic. Кто-то говорит, что эти румяна вообще даже не видно. Вот так. Артикул. Вот где-то тут. Либо первые, либо дальше. Это я всегда путаю, поэтому не знаю. Они уже такие. Сейчас попробую. Где-нибудь в стороночке их. Розовенькие. Не знаю, видно или нет. В общем, вот здесь они. Нежные, розовые такие. Едва заметные, но заметные. На моём лице заметные. Кто-то из девочек их ругает. Говорит, что вообще не видно. Но, наверное, всё-таки это зависит от цвета кожи. У меня видно. Так, дальше по теням, что ли. А вот ещё что-то у меня такое кругленькое. Пудра. Ещё вот такая пудра. Я её оставила с прошлого месяца. У меня вот пудр осталось совсем мало. Это моя любимая. Вот она увлажняющая. Триумф. Тоже тут можно найти где-то артикул. Вот эта пудра отличная. Вот прям рабочая лошадка. Ещё вот так девчонки называют их. Прекрасно себя ведёт. Она не сушит кожу. Ну, отличная, в общем. Я её наношу. Так, чем я её наношу-то? Не взяла с собой. Румяна. Я вот всегда использую вот эту кисть под румяна. Дальше. Тени и помады. И карандаши остались. Давайте я, наверное, карандаши покажу прямо вот общей кучкой. И, может быть, некоторые из них отмечу. Почему? Потому что, ну, каждый месяц одно и то же. Так, для глаз от Смоки Айс, от Катрис. Обожаю этот мой любимый. Не устану Виктории Попридухиной спасибо говорить. Привет тебе, Викуль. Отличный карандаш. Вот прямо цены ему нету. Прямо замечательно. Так, давайте в собачку. От Эйвен. Я в прошлом месяце его показывала. Не знаю. Кто смотрит регулярно, напишите. Вам... Вы не устали? Одинаковые смотреть. Отличный карандаш. Ну, а те, кто смотрит впервые, конечно, они обижаются. Говорят, почему мы должны идти в другую косметичку. Посмотрите в прошлом месяце, в позапрошлом. Ну, как бы показываешь сейчас, сейчас и показывай. Вот. Некоторые так считают. Ну, я с ними согласна. Я сама не люблю, когда посылают там куда-то посмотреть. Если снимают сейчас. Вот такое название. Этот карандаш я взяла в этом месяце новый. Сиреневый. Хочу сиреневые глазки в этом месяце поносить. Вот такой красивый. Мне его Жануля дарила. Очень красивый карандаш. Еще и вон сколько много. Он экономный. Вообще, вот эти вот карандаши, они очень экономные. Их можно потом еще и пододвинуть. Так. Взяла вот такой карандаш коричневый. От доктора Пьера Рико. Тоже мне его присылали. Честно, не помню. Наверное, Жануля, но я не помню, кто точно. Вот он. Просто чисто коричневый. Его можно как на брови, так и на глаза. Я люблю, когда на глазах. Когда смоки айс. Я сейчас палетку покажу, для которой я его подобрала. Так, от Мэри Кэй вот эти вот, этот карандаш оставила с прошлого месяца. Тоже его уже показывала. Не смогла от него отказаться. Решила, что пусть будет и в этом месяце. Дарила мне его Танюшка. Вот такой красивый. Так, и вот этот взяла тоже в этом месяце. Не знаю, буду пользоваться или нет. Но если синюю тоже буду использовать, то, наверное, буду и вот этот карандаш. Не знаю, будут ли солнечные еще денечки такие. Ну, пару раз, может, накрашу. Вот этот карандаш достала от Фаберлик. Уже его нету. Был вот такой артикул. Ну, наверное, его просто заменили. Я не знаю, зелененький. Он... Его много у меня. Он очень плохо красит. Я сейчас вам покажу. На руке-то еще как-то его видно, бледненько так. А вот на глазах плоховато видно. Вот такой. В общем, решу я за этот месяц, что с ним делать. Может быть, так и останется дальше болтаться. Ну, и для губ два карандаша осталось. Первый. Я его тоже ежемесячно показываю. Вот номер 70. Вот так, если видно название. Я его люблю нежной любовью. Потому что он хорош и для заполнения полностью губ. Очень красивый такой натуральный цвет. И контур для моих всех розовых нюдов. Отличный. И взяла еще вот такой от Avon. По-моему, нюд так и называется. Это для всех светлых помад. Потому что в этом месяце много будет просто светлых у меня помад. Не хотела карандаши показывать. В итоге показала все абсолютно. Так, сейчас я сотру руку. И посмотрим тени. Какие я выбрала в этом месяце. Приступаем ко второй, самой интересной части. Тени и помады. Ну, румяна видно. Не знаю, на камеру видно или нет. Потом уже увижу на экране. Вот так вот видно. Тени. Подразнилась я, когда была в Магнит Косметик. Увидела там в продаже. Мою любимую палетку. Давайте это сюда. И достала из своих. Чтобы с огромным удовольствием попользоваться. Тоже от надежды. Надежда полна. Спасибо тебе, Надежда. Тебе привет огромный. Огромное спасибо, что ты меня побаловала. И тогда прислала мне столько декоративной косметики. Которую я с огромным удовольствием как тестировала. Так и пользуюсь. Регулярно я к этой палетке возвращаюсь. Причем, вы знаете, девчонки. Если даже в месяце я не показываю. Бывают большие палетки. Но я их все равно достаю. И не значит, что если я, например, эту палетку показывала. Последний раз 4-5 месяцев назад. Что я ее ни разу не трогала. На самом деле все в ходу. В ней у меня единственное. Вот, наверное, вам даже видно. Которые матовые оттенки. Я с ними не очень дружу. Я больше люблю те, которые блестят. Несколько сводчей вот так вот покажу сейчас. Красивый делается макияж. Кто-то ругает. Говорят, пылит. Ну, я не знаю. Я бы ее сильно пылящей не назвала. Неплохо переносится. Красиво ложатся оттенки. Так, сейчас я еще несколько сделаю. Мне она нравится. Если чуть-чуть пылит, я вот не принесла кисть, которую я смахиваю с лица. Если где-то что-то не так. Так, какой вам еще показать? Давайте вот этот покажу. Вот этот. Золотой. Давайте вот этот еще. Вот. Ну, палетка отличная. Прям совсем такие настоящие глазки. Натуральные получаются. Очень красивые. Я ее люблю. Вот, прямо. Хорошие. Так, дальше. Смываем. Ей можно вообще каждый день пользоваться. Если вот кто-то работает в каких-то офисах, где нужно, знаете так, макияж без макияжа иметь лучше, то подходит. Так, взяла две палетки от Ай Туай. Я не знаю, есть они сейчас в Фаберлик или нет, но не так давно были. Но на сайте в любом случае можно заходить в тени, и они там должны быть еще. Вот этот очень люблю оттенок. Прямо он. Сверкалочка такая. Очень красивая сверкалочка. Глазки аж светятся с ним. Так, а вот этот. Он такой тоже натуральный, как вот я бы его с нюдом сравнила. Натуральный, но уже зелено-коричневый. Почти не заметен на глазках, но тень дает на глаза такую, вы знаете, вот тоже макияж без макияжа можно сделать, а вот глазки становятся с поволокой. Не каждому нравится эта палетка. Кто-то скажет, что вообще не рисует, плохо отдает цвета. Да, это так. Но если вам это и надо, то она неплохая. Не часто пользуюсь, когда мне нужно быть вот, знаете, как бы больше выразительность какую-то придать лицу, что глазки на нем есть, причем симпатичные. Тогда вот эта вот палетка подходит. Дальше что у меня? Ну, покажу вот эту от Raven. Я достала, но я не знаю, буду я ей пользоваться или нет. Называется она вот так. Вот там я. Она идет с блестками. Сейчас я вам покажу. Она идет с блестками. Блесточки могут осыпаться. Это не очень хорошо. Но на глазках можно нарисовать красиво. Сделать хороший макияж. Вот этот вот цвет. У него желтые блестки, а цвет уходит в зелено-серый. И глаза тоже оттеняет красиво. Я не знаю. Я вот как-то вот этот и вот эту палетку, в общем, вот эти две палетки взяла в надежде, что может быть я их буду как-то между собой комбинировать и будет что-то интересное. Но иногда хочется посидеть, поиграться макияжами, что-то из палеток, как бы поискать в них лучшее, как это сказать, между собой как-то покомбинировать, что-то попридумывать. Еще одну палетку я взяла. Тоже хочу ей поиграться. Тоже от Джанули она приезжала. Такая необычная, красивая. Не знаю, видно или нет, как она блестит. Тоже, если, например, с этой стороны ее брать, цвет получается, ну вообще просто, там блеск один темный, а если с этой стороны, то более светлый. Сейчас попробую оба так порисовать. Но в целом, вот смотрите, видите, оттенок получается от светлого к темному. То есть уголок глаза ближе к носику, который внутренний, светлым, и внешний уголок темный. и такой цвет интересный получаются, красивые блестки. Ну, интересная палетка, вот эта интересная. Кстати, я не сказала, что это за палетка, да, это Ширима Шири, компания. Так. Вот. 807 тонн. Я не знаю, есть ли они сейчас в наличии. Мне покупала Жануля в подарок, и она говорит, встретила распродажи. Поэтому, я не знаю, можно ли сейчас найти. Но хорошие. Чуть-чуть блестки опадают, но блестки, если они есть, они почти везде опадают. Только вопрос, в каком количестве. Так, ну, еще три палетки тоже взяла. В этом месяце что-то я прямо оторвалась на тенях. Решила достать еще те, которые я немножко подзабыла. А подзабыла я вот эти кремовые палетки. Кремовые забывать нельзя. Почему? Потому что у них срок годности не такой, как хотелось бы. Давайте я вот это все подвину подальше, чтобы было видно мою косметику. Вот. Вот такие три. Первую покажу. Это от Maybelline. Color Tattoo в оттенке 65 Pink Gold. Розовое золото. Не всем она нравится. Мне нравится очень. Вероятно, все-таки вот этот цвет, он на под определенный тон кожи и под цвет глаз подходит. Ложится хорошо, держится как приклеенный. На загорелом лице очень красиво смотрится. У меня не было эффекта заплаканных глаз. Был момент, когда я засомневалась в этом цвете, снимала даже ролик, многие сказали, что этот цвет мне в принципе идет. Как-то я было, что показалось, что розовое все-таки не мое. Но девчонки сказали, что смотрится неплохо. Единственное, я его ношу с черным карандашом, стрелку делаю. Тогда лучше. И вот это вот я бы назвала недоразумением. Хочу дать им второй шанс. Достаточно они дорогие для Арифлейм. Верри Мини. Это тоже кремовые тени. Первые. Я так поближе покажу название. Они рублей по 250 в каталоге стоили. Я их взяла. И второй сразу покажу. Но путью я ими так и не пользовалась. Вот тоже хочу ими поиграться и посмотреть, как будут на глазках себя вести. Так, вот эти. А то срок годности все-таки у кремовых теней не такой, как у рассыпчатых или прессованных. И вторые. Они уже более в золото. Давайте ближе к этому к розовому сделаю. Вот видите. Кремовых у меня теней вообще больше нет. Только вот эти вот трое. Тройка. Интересно. Ну, буду пробовать. У меня были от Иван раньше, но я их уже все выкинула, потому что они, как я сказала, срок годности у них со сроками строго. Они портятся. Кремовые портятся. Если, например, вот у таких теней я не обращаю внимания на срок годности, потому что с ними практически ничего не делается, то вот у этих да. Все серьезно. Но я это не рекламирую, что не надо обращать внимания на срок годности. Это личное дело каждого. Ну, вот мое, по крайней мере, такое. Салфеточками затарилась. Ну, что, приступаем к помадам. Не устали? Самым стойким покажу помады еще. Кто со мной остался? Так, от Фаберлик. В этом месяце несколько помад взяла. Первая. Помады я люблю, поэтому у меня их много. 46-12. Несколько помад я не взяла, они у меня в сумке остались, потому что у меня в каждой сумке лежат помады. Там, кстати, любимые тоже. 46-12. Вот такой вот красивый оттенок нежный. Я повторюсь, несколько раз уже говорила, что у меня удар идет всегда на яркость глаз, а губы чаще я люблю нейтральные, поэтому помад больше будет вот таких вот. 45-97 присылала Жануля мне. Пользуюсь не часто, потому что цвет не под каждый макияж. Но она мне нравится. она уже такая, знаете, более плотная. Если вот эта такая полупрозрачная какая-то, легкая, то это уже идет плотная, хоть цвет и светлый. Вот такая она. На этих помады девочки иногда жаловались, что они могут даже течь. Вот именно эта фирма. Не фирма, не помню, как называется сам. Модель -то вот сама это. так, что у меня тут еще? Вы знаете, от Фаберлик у меня несколько помад, которые уже вышли из каталога, но они у меня есть. Я не знаю, стоит ли их показывать, но я показываю цвет, поэтому если интересно. Вот эта помада мне чем нравилась. Она с перламутром, как-то она называлась что-то там про шоколад. и она как-то вот красива на губах. Мне вообще перламутр на губах идет. Хоть и модно больше матовые помады, мне идет на губах перламутр. Матовые не очень. Я даже чувствую себя с матовыми в матовых помадах не очень. Вот такой цвет. Для меня хороший. Тоже вышла из каталога вот эта серия была лимитка такая. Она очень светлая такая. Прямо совсем нют-нют. Вот такая. Прямо тоже полупрозрачная. Дизайн конечно красивый. В этом месяце Фаберлик на дизайне сэкономил и лимитки летние сделал вот такие. Очень жаль конечно. Потому что когда идет новый флакон новый футляр оно как-то придает праздник радость чувствуется что эта лимитка как-то выделяется. Вот эту помаду я несколько раз уже показывала она уже вышла из каталога но этот цвет фигурирует в других линейках у Фаберлика сиреневый это цвет моей молодости моей юности вот я его иногда достаю он мне сейчас уже не идет но время от времени мне очень хочется это когда глазки уже совсем темные не нют а вот с чернотой такой нют то вот этот сиреневый цвет ну реденько реденько но я наношу ну хоть посвотчила в этом месте то радость получила вот эта помада она куплена была в фикс прайсе и она мне в целом понравилась вот какая-то вот давайте я вам покажу вот так цвет оттенок 16 какая-то Мария Мария К я взяла тогда две штуки мне больше нравится вот вторая в этом месяце решила попробовать поиграть вот этой помадой кому-то не понравится слово поиграть попробую с ней макияж она суховата немножко но мне эффект сухости на губах нравится если что я немножко под нее бальзамы добавляю но в целом когда губы немножко подсушивает мне как-то комфортно не знаю почему может я привыкла у меня все время губы сухие все время пользуюсь бальзамами вот такая совсем старушка которая уже доживает свой век их уже нет в каталоге поэтому название не покажу вот сделали бы они опять вот такие малюточки они такие классные и в сумочке их так удобно носить очень люблю я этот цвет вообще хотелось бы ее добить очень жалко будет если срок годности закончился ее просто избавиться от нее аромат приятный срок годности можно проверять в помадах по аромату даже если написано что уже все пахнет хорошо то в целом помада хорошая как Крыгина сказала что помада вообще по сути своей не портится портятся отдушки но не знаю верить или нет по крайней мере такую мысль я слышала эйвен серия по-моему совершенства так ну что я тебя никак не покажу я не помню название так еще и кверт ногами да вот вот такой цвет для меня темноватый но я его люблю вот он какой насыщенный ну чтоб не все было светлое видно да что иногда я разбавляю макияжи более яркими для меня помадами так наверное последняя помада у меня тут ну как она последняя еще вот я забыла и сумочек достать мне эту помаду Оксаночка присылала Оксана Александова вот она такая интересная это от Mary Kay помада и она идет и коричневая и медь тут такая темная в общем такой светлый коричневый уходящий в медный вот так она смотрится интересный цвет вот такие помады вышли у меня на этот месяц сумочные покажу тогда в следующем если не забуду так влезет влезла вот ну и каял я не показала черный каял приготовила тоже в помадах потерялся вот такой вот он интересный давайте я покажу название это когда я только только открыла свой канал и случайно выиграла в конкурсе мне об этом даже в личку сообщили потому что я забыла вот такой первый оттенок многие спрашивают как же ты им рисуешь он такой толстый но пока рисую потому что это место не настолько толстая чтобы уж не было возможности сделать черту я не делаю тонкие никогда линии я не делаю стрелку я по глазу просто в общем знаете делаю вот так это вот как раз толщины достаточно но будет недостаточно станет толстым ну конечно я его подстригу подровняю вот ну теперь точно все все показала кисти так вот эти две вообще похожие идентичные кисточки это не то помадная почти все я наношу вот этой кистью остальные не взяла а ближе к бровям светлый оттенок наношу каким-нибудь из этих они похожи вот вот эти две кисти это из наборов китайских из разных это эко туз это для помад ну я использую для помад она вообще не для помад такая кисточка но вот когда нужно нанести с помощью то вот я ей пользуюсь вот все все показала все рассказала спасибо всем за внимание спасибо всем кто был со мной еще хотела показать ароматы но ароматы осени но если даже покажу то покажу часть потому что у меня их много и сказать что то что я покажу на этом ограничусь скорее всего нет но если интересно то скажите я сниму ролик и про ароматы тем более в этом месяце у меня будет еще и обзор на ароматы то есть ароматов будет много в этом месяце всем спасибо за внимание всем пока